Айхальцы отметили день города и день алмаза добытчика. Праздновали два дня. Основные мероприятия прошли в первый день. Состоялся традиционный торжественный концерт выставка народных умельцев. Прошли соревнования по футболу, стритболу и волейболу. Большим подарком жителям поселка в юбилейный для Алроса год стал концерт народного артиста Леонида Агутина. Второй день стал спортивным. Айхальцы пробовали себя в национальных видах спорта. Айхал отметил 56-й день рождения. Сегодня в поселке проживает 14 тысяч жителей. Каждый год на благоустройство Айхала тратят десятки миллионов рублей. Развивается инфраструктура, строятся жилые дома. В прошлом году в Айхале начали отработку нового алмазоносного месторождения. Трубка заря обеспечила дополнительными рабочими местами жителей поселка. Я даже, можно сказать, поражен. И приятно поражен. Я не ожидал, что так за эти годы. Все прекрасно. Абсолютно все прекрасно. Мне понравилось. Я был 10 лет назад. Ну, похорошел, надо отдать должное. Значит, посносили старое, то, что было, перекрасили отлично. Это Айхал, что это слава человеческого труда, памяти, юности, молодости. Этого не поменяет. Если появилось общежитие, появился асфальт. Вот это все добавляет естественно. Город только будет краше. Ветераны Алроса стали почетными гостями на праздничном концерте. Именно они помнят, как осваивали первое месторождение, строили первые дома, работали в суровых условиях. Со сцены в их адрес звучали слова благодарности, музыкальные номера подарили и молодые исполнители. Молодежь поселка – будущее поколение алмазодобытчиков. Именно им продолжать традиции своих предшественников, приумножая славу российских алмазодобытчиков. 65 наград различного уровня вручили в этот день передовикам производства. На сцену выходили лучшие водители, экскаваторщики, слесари, обогатители. Они пишут новую трудовую историю Айхала. Мой праздник, я работаю в 14-й фабрике и я отношусь к этой отрасли. На производстве работаю, эмоции праздничные. Так как давно работаю в этой промышленности, более 30 лет. Ну и соответственно рад этому празднику. Погода в выходные в Айхале радовала. На улицах было как никогда многолюдно. Праздничные баннеры и музыка создавали особое настроение. Несколько часов на главной сцене местные творческие коллективы сменяли друг друга. Звучали песни о поселке, об алмазном крае. Праздничные мероприятия затянулись на весь день. Площадью Дворца культуры Вайхали едва смогла вместить всех желающих посмотреть на знаменитого артиста Леонида Агутина. Наблюдались мальчаки за сценой из крыш домов. Позволила и погода. Послушать знакомые и любимые музыкальные композиции приехали и соседи, жители Удачного. Мы с Удачного вообще приехали. Классно, весело, приятно, прикольно. Впечатление очень хорошее, концерт очень приятный. Рады, что такие знаменитости не забывают о нашем маленьком почелке. На самом деле очень хорошо. Приятно слышать. Все хорошо, все здорово. Долго ждали. Ну вообще мне все очень понравилось. Честное слово, очень хорошо. Люди приятные, Вагутин хорошо поет. Просто холодно и мало кто танцует. Довольная публика встречала знаменитого артиста громко. Танцевали, знакомые песни, пели вместе. Концерт российского певца стал особым подарком жителям поселка в День города. По возрасту Акутин нам больше подходит, мы его любим. Во-вторых, с нами другие певцы приезжают. Мы зовем байхальцев к нам, пожалуйста. Помним его с детства. Песни нравится. Посмотреть, как разнообразие для нашего маленького поселка. Все замечательно. Ветеранам Алроса показали современное производство. Одна из экскурсий прошла в Айхале. Заслуженные работники пообщались с коллегами, побывали на новом алмазоносном месторождении и посетили местный музей. В Геологическом музее Амакинской экспедиции на стендах фотографии участников открытия алмазных трубок. В их числе фотоснимок Владимира Стегния. В 1974-м геолог участвовал в открытии трубки «Комсомольская». Спустя 43 года Владимир Иванович помнит все до мелочей. Как много работали, как долго искали новые алмазные трубки и как радовались каждой находке. Баландина, молодой специалист, она несколько месяцев всего работала. Зимой приносит по весне кусочек тонкой породы, оливролита. Ну и сама она сама замерзла, этот кусочек замерзший. Когда я посмотрел этот обращик, в тонкой массе несколько зернышек спутники нашел. Тут к старшему геологу партии Иван Кузьмичко доглянул, так это же говорит, в тонких породах обычно дальний перенос окатанный, это в галечнике, а тут тонкая порода. То есть где-то это рядом трубка. Он сам туда пошел, вынес скважины. И буквально в ближайшее же время одна из скважин, отторженное тело, кусочек, первым открыла. Я номер скважины, правда, запамятовал, какая. Это был первый оторванный блачок от комсомолки. На днях Владимиру Стегнию и другим ветеранам Алроса показали современное производство. Айхальский комбинат в деталях. В цехе окончательной доводки ветераны увидели суточную коллекцию алмазов, задавали вопросы. Многие в Айхале не были долгие годы. Сравнить было с чем. Позже ветераны отправились на одно из крупнейших месторождений – трубку юбилейную. Делали фото на память, с диспетчерской понаблюдали за работой карьера. Вот этот станок новый получили буквально два месяца назад. Воронежские станки. На трубке «Заря» ветераны комбината впервые. Месторождение начали отрабатывать год назад. Сегодня на «Заре» ведутся вскрышные работы. Начальник карьеры Вячеслав Зубарев подробно рассказал ветеранам о важности и перспективах проекта. Гости с удивлением рассматривали современную технику. Успели увидеть гости, насколько изменился Айхал. Показали ветеранам основные достопримечательности, знакомые улицы, новые объекты. Я смотрю, появились такие вот сборы для мусора. Обычно пакеты всегда валялись. Ну, асфальту прибавилось. Детские площадки хорошо сделаны, мягкие вот эти все. Ну, так, почище, конечно, почище. В этот же день ветераны встретились с директором комбината. Вспомнили молодые годы и на торжественном обеде. Поездка в Айхал многих ветеранов окунула в прошлое. За эти дни вспомнили многое. Как строили первые дома, осваивали алмазоносные месторождения, работали в суровых условиях. Воспоминания живы, живы и сегодня. Для многих ветеранов Крайний Север стал частью жизни. В день города в поселке прошла выставка народных умельцев «Золотые руки Айхала». Участники могли продемонстрировать свои подделки ручной работы. А посетители купить их себе на память. На выставке народные умельцы представили десятки изделий из кожи, меха, дерева, керамики. На столах украшения, шкатулки, элементы декора для мебели, игрушки. Техник тоже очень много. От традиционных до новых, экзотических. Это холодный фарфор. Все ручная работа. Абсолютно все руками все это сделано. Выставка «Золотые руки Айхала» проводится во второй раз. Однако уже появились свои знаменитости. Светлана Смеян – автор уникальных ручных работ. Создает украшения для модниц из пластичной замши. Занятие по душе приносит и заработок. Заработать в этот день смогли и другие участники выставки. Я думаю, экономическое не столь значимо. Я думаю, это чисто морально подчеркивает талант наших жителей. Мы не только богаты алмазами, но и талантливыми жителями, которые могут все. Просто удивляет некоторые работы. Александр Наумов работает на производстве. В свободное время народный умелец из дерева делает стерхов, северных оленей, якутских лошадей. Вдохновение черпает из детских книг охотничьей литературы. В выставках участвует постоянно. Ты с ними работаешь рядом и не знаешь, кто что делает. А так вот видно, что у многих руки золотые. В этом году на выставке рекордное количество участников – 21. Умельцы делились опытом, а самое главное – зарядились хорошим настроением и новыми творческими идеями. Мы знакомимся прежде всего между собой, смотрим, чем занимаются очень интересные люди. И можно жить в поселке 20-30 лет, но так просто по улице идя не встретить таких же единомышленников. У нас рукодельниц очень много, и, к сожалению, мало кто о них знает. Они вот сидят дома, в стол пишут, где-то что-то показывают, дарят. Да, я думаю, что это нужно проводить вот раз в год, вот так вот сейчас. Это очень хорошо. Без покупки в этот день не ушел никто. Айхальцев интересовали фотоальбомы, украшения, якутские национальные изделия. Удивительно, что в таком, казалось бы, небольшом поселке столько мастеров. И по вязанию, и по шитью, по рукотелью. Это очень здорово поддерживать народное творчество. Мне нравится, классно. Выставка «Золотые руки» Айхала работала целый день. Ознакомились с творчеством народных умельцев сотни человек. Мастеров и мастерицы отметили сертификатами участников и памятными подарками. На стадионах Айхала в дни празднования Дня города было не протолкнуться. Два дня продолжался спортивный марафон. Событие не рядовое. Состязания по стольким видам спорта одновременно здесь еще не проходили. Жители Айхала наблюдают за соревнованиями по многоборью. Такие состязания в поселке проходят впервые. Пять местных силачей показывают свои возможности. Самые сильные мужчины Айхала тянули уазик, носили тяжелые камни, метали гирю. Лучший результат показал Роман Риве. Совсем недавно он же стал призером в этом виде спорта на республиканском эссехе молодежи. Самое главное – выносливость, конечно. Ну и, можно сказать, физическая подготовка, то есть здоровье, можно сказать. Лучший Роман Риве признан и в масс-рестлинге. Конкуренцию спортсмену составили более десяти человек. Многие попробовали свои силы в этом виде спорта впервые. Но все же победил опыт. Самая настоящая борьба развернулась в турнире по перетягиванию каната. Соревновались женщины и мужчины. Лучше всех себя показали спортсмены гурятской и осетинской общин. И сборная команда – энтузиаст. Мы очень рады, что в поселке у нас такие спортивные мероприятия. И очень весело. Назвали в этот день и имена победителей в борьбе хапсагая, национальных прыжках, беге на 350 метров. Погода позволила провести состязание на свежем воздухе. Всего в этот день более ста спортсменов попробовали свои силы в разных видах спорта. Мы не могли обойти стороной наших маленьких жителей, наших будущих алмазодобытчиков. И сегодняшний день начали со спортивной зарядки с мистером Здоровенькиным. Хочется отметить, что к здоровому образу жизни сегодня у нас приложились немало семей. Днем раньше на местном стадионе в матчевой встрече по футболу встретились айхальцы и гости из Удачного. Победу одержали хозяева поля. Первый гол в ворота удачницы забили в первом периоде. Два победных во втором. Игра выдалась неплохая. Не было такого духа соперничества, ничего не решалось в этой игре. Так что получили удовольствие. Провели в этом году и состязание по стритболу. Этот вид спорта только набирает популярность среди айхальцев. Соревновались за главные призы семь команд. Участники – молодежь поселка и работники подразделений Алроса. Победителями признаны спортсмены 14-й фабрики. Нам нравится баскетбол. Играем за свой поселок, за айхал. И поэтому решили, что это как бы день города, хорошо. На местных стадионах в эти дни было как никогда многолюдно. Наверное, все айхальцы, кто лето проводит в поселке, не остались сидеть дома. Поддерживали спортсменов, кричали, ликовали. Праздник удался. Конечно, погода немножко. Но здесь вот уже солнышко. Все, слава богу, что дождя нет. Я болею за айхал. Пришел сегодня так, как сегодня день города. Спортивный марафон в Айхале в праздничные выходные собрал более 200 участников. Вручили десятки наград, грамот, ценных призов. Проверить свои силы снова айхальские спортсмены смогут в августе на Дне физкультурника. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова